Важно, честно, удобно. 10 сентября в Самарской области пройдет голосование на выборах губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях региона – выборы представительных органов власти. Обеспечить прозрачность выборов и соблюдение закона на каждом этапе избирательного процесса – такую задачу ставят перед собой члены общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению на выборах. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председатель штаба Павел Покровский – член общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели Галина Николаева – президент Нотариальной палаты Самарской области и заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Виктор Полянский. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Я хочу напомнить, что сегодня мы работаем в крайне серьезной, в сложной ситуации, которая обусловлена действующей на территории Российской Федерации режиме специальной военной операции и, конечно, тех, к сожалению, продиктованных западными партнерами, в кавычках, проблематик, которая касается национального вопроса. Самарская область здесь тоже очень серьезно, как многонациональный регион, должна в этом направлении работать. Конечно, это вопросы разъяснения изменений законодательства, причем хочу подчеркнуть, это касается именно дня голосования. И мы будем работать в режиме максимальной открытости. Одна из основных задач деятельности общественного штаба – обеспечение работы общественных наблюдателей в дни голосования. Наблюдатели, назначаемые общественными палатами, не представляют интересы кандидатов и партий, а призваны стоять на защите прав всех избирателей. Стать независимыми общественными наблюдателями могут активные инициативные жители Самарской области, достигшие возраста 18 лет. На первом заседании члены общественного штаба определили вектор своей работы на ближайшие три месяца. В скором времени стартует обучение наблюдателей. Пройдут круглые столы и семинары на тему избирательного процесса и изменений в законодательстве о выборах. За месяц до начала голосования заработает горячая линия для избирателей, где можно будет оставить свои обращения, связанные с ходом избирательной кампании. Ее работа поможет предотвратить возможные нарушения избирательного законодательства. Галина Топилина, Константин Головин, События.